Здравствуйте, я Губарий Фёдор Александрович, доцент Омского политехнического университета. В 2016 году фонд Потанина поддержал мою заявку по созданию и затем внедрению сетевой магистерской программы Biomedical Sciences and Engineering. Программа предполагалась на английском языке и в процессе реализации, проанализировав соответственно имеющиеся на рынке продукты и перспективы развития образования в России, было принято решение программу реализовать в сетевой форме и уже вполне конкретно определиться с сетевым партнером, это с Сибирским государственным медицинским университетом. Этот партнер у нас был не случайный, поскольку взаимодействие с СибГМУ у нас давнее, еще с 80-х годов, поскольку тогда еще ректором медуниверситета было принято решение интегрировать технику в медицину и эта программа имеет давние корни в виде связей, в виде взаимоотношений сотрудников медуниверситета наших и в принципе в виде некоторых научных совместных исследований. Таким образом, эта программа имела серьезный бэкграунд, ну и то, что она была реализована в сетевой форме и на английском языке, это по большему счету дань времени и дань востребованности магистерских программ, ну как в России, так и за рубежом. Давай дальше. Ну, на мой взгляд, китериями успешности этой программы, ну и вообще любой магистрат программы является ее востребованность и, скажем, жизнь, жизнеспособность этой программы. Востребованность программы, был проведен анализ, востребованность программы оказалась как среди иностранных студентов, так и среди российских студентов. У нас на сегодня уже третий набор и один выпуск. Первый выпуск у нас состоялся, это индийские студенты, успешно закончившие, то есть 6 человек поступило, 6 окончило. Сейчас у нас обучение проходит еще 6 студентов, российских студентов, но они обучаются также на английском языке, и мы набрали 10 человек в 2018 году. Таким образом, программа живет, на программу поступают абитуриенты, и я надеюсь, что при соответствующей рекламе этой программы, ну и при наличии истории успеха студентов, то есть выпускников этой программы, конкурс востребованности этой программы будет выше. А что вам и вашим коллегам, и вузу в целом дала победа? Победа в конкурсе Потанина на поддержку магистерской программы дала выгоду как мне, так и моим коллегам, кто эту программу разрабатывал и реализовывал, так и вузу в целом. Мне это дало толчок и моим коллегам также мотивацию для работы, мотивацию для создания программы. Ну, как говорится, взялся за гуш, не говори, что не идешь, потом уже нужно было довести дело до конца. Это с одной стороны. А с другой стороны, это была финансовая поддержка, все-таки для того, чтобы создать задел, для дальнейшего внедрения этой программы и дальнейшего развития программы. Ну, а вузу, вузу это дало в имиджевом плане, я считаю, очень важно, поскольку это была вторая программа в сетевой форме реализации для вуза. И как бы в плане рекламы, в плане привлечения студентов, это дало выигрыш. Ну, в целом, дало выигрыш в имидже университета. Ну, естественно, университет оказывал всевозможную поддержку как в открытии этой программы, так и в последующей реализации. То есть, соответственно, это была как поддержка со стороны руководства вуза, так, в принципе, поддержка со стороны, наверное, моих коллег, и даже поддержка со стороны наших иностранных партнеров. Поскольку мы в 2016 году, в 2017 году, и в этом году мы планируем серьезное взаимодействие с вузами Южной Индии и Индонезии по привлечению на эту программу. Почему рекомендую участвовать всем преподавателям, ученым в данной программе? Это возможность самореализоваться, с одной стороны. И с другой стороны, это возможность, может быть, заработать некий авторитет как в кругах своих коллег, так и на уровне России. Я думаю, да, потому что успешная реализация программы — это все равно так или иначе плюс вашу пользу. А может, расскажете что-то про участие в конференции? Да. Кроме непосредственно поддержки в финансовом виде гранта, фонд Потанина организует и мероприятие для личностного роста. Это конференция. То есть каждый год фонд Потанина организует конференцию для победителей стипендиальной программы Потанина с приглашением как высокопоставленных чиновников из Министерства образования и науки, так и представителей ВУЗа на уровне проректоров администрации ВУЗа. И эти конференции дают большой вклад в понимание вообще ситуации в образовании и востребованности тех или иных программ, современных тенденций, трендов как в мировом, так и в российском образовании. Поэтому для особенно молодых людей участие в таких конференциях это приобретение большого опыта как общения с коллегами в этой области, так и обретение новых знаний о том, куда двигаться. Лично для меня это было укреплением веры в то, что программы на английском языке, в том числе в сетевой форме реализации, они очень востребованы в настоящее время. Ну я бы сказал, не только в российском образовании, но и в мировом образовательном пространстве. Мы это не обсуждали, но может быть вы добавите еще какие сложности, с какими вы столкнулись, какие рекомендации вы могли бы дать, каких ошибок избежать? Конечно, при реализации и при открытии программ, конечно, есть сложности. Ну, во-первых, это надо и при формировании заявки в фонд, и потом это вам потребуется, конечно, на методических советах. Это вы должны четко представлять, во-первых, что вы будете делать, а во-вторых, насколько это востребовано, как на мировом уровне, так и на российском уровне. То есть вы должны хорошо знать аналоги в других вузах, вы должны иметь примеры успешности подобных программ и примеры востребованности подобных программ. Вы должны быть готовы к тому, что вам придется проявлять активность в поиске тех, кто вам поможет в университете с поддержкой, с открытием этой программы. То есть вы должны обрести, так скажем, единомышленников в лице своих непосредственных начальников, возможно, коллег из администрации университета. То есть вы должны им объяснить, показать, что разрабатываемые вами программы, ну, или курсы программы какие-то вы внедряете, что они действительно востребованы, и что поддержка со стороны университета обязательно будет потом вознаграждена, что университет получит какие-то имиджевые бонусы, может быть, даже какие-то финансовые бонусы в виде платных студентов и так далее. То есть это одна из основных сложностей, потому что чтобы программа открылась, чтобы на нее набирали студентов, чтобы вуз вкладывал ресурсы потом в развитие этой программы, в поддержку программы, естественно, вы должны приложить усилия, чтобы показать, что эта программа действительно стоит того, на что вы претендуете. Игра все равно стоит свечи? Конечно, в любом случае. То есть если, ну, как бы, и вот, да, то есть игра стоит свечи в каком плане, что если вы стали победителем грантовой программы фонда Потанина, то есть это экспертное мнение, потому что заявки, они рецензируются, заявки рецензируются специалистами, специалисты оценивают соответствие заявки современному уровню образования, может быть, каких-то научных направлений, в целом развитию тенденциям образования. И если вы получили поддержку со стороны фонда Потанина, то есть это хорошая рецензия для вашей программы. То есть это плюс, это козырь, когда вы пытаетесь внедрить эту программу в университете. Здравствуйте, я Губарий Фёдор Александрович, доцент Томского политехнического университета, ну и сейчас руководитель образовательной программы Biomedical Sciences and Engineering. Эта программа была реализована при поддержке стипендиальной программы, грантовой программы фонда Потанина.